Иван, ну опять инпас, опять та же самая тема, обрабатываем наличные, оптимизируем обработку, есть готовые решения, все мы проходили мимо их стенда, мы просто не могли пройти, они стоят в самом начале. Ну и та же самая тема, применительно к каким-то решениям, которые уже работают и адаптированы для России, наверное где-то так. Ну вот собственно… Да сейчас все от меня узнают. Да, 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 да. Предлагают станцевать, но я как-то не решаюсь, честно говоря. Главное, я обращаю внимание, Ян Хенрик уже не в компьютере, он уже слушает докладчиков, потому что мы как бы развиваем кейсы и ему даем наполнение для следующего выступления. То есть хотелось бы, чтобы в следующий раз цитировали не ЮАР, а уже вот там где-то заснеженная Россия, хорошо, теплый Крым. Ну давайте начну. На самом деле я попал в очень интересную ситуацию. Да, моя тема выступления очень сильно пересекается с выступлением моих коллег. И в чем интересность ситуации? С одной стороны уже практически рассказали все, что, зачем, почему, как это здорово и как окупается. Можно это пропустить. С другой стороны сложное положение, а что же тогда рассказывать? Тогда проще было бы перенести сюда стенд и все показать. Но попробую. Я тогда буду сокращать некоторые вещи. То, о чем уже сказали мои уважаемые коллеги, буду обращать внимание на какие-то интересные детали и фишки предложенного нами решения. Собственно, я буду рассказывать опять о решениях проблем традиционной кассы коротко. И как с помощью предлагаемого нами решения можно увеличить прозрачность, управляемость, кэшфлоу в ритейле, да и по большому счету в любой торговой организации. Я не буду представлять компанию Inpass. Надеюсь, что все ее знают. По крайней мере бренд Верифон вы видите, встречаете каждый день. Я расскажу о производителе этого решения. Япония – это японская компания, которая после войны стала заниматься разработкой и производством оборудования для обработки денег. Чем она занималась до войны? Покрытым раком. Видимо, это засекреченная информация. По крайней мере, на их сайте они сами об этом не очень говорят. Надо сказать, что Япония вообще уникальная страна в плане наличных денег. Там на каждом углу, в каждом маленьком магазинчике, воткнутое автоматическое устройство по отъему денег у населения. И это случилось не сегодня, не вчера, а много лет назад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...